Дорогие друзья, чтобы разнообразить свои видео обзоры, на этот раз я вам покажу небольшой такой довольно интересный девайс, стоимость которого у вас повергнет шок. Ну а в начале я, собственно, покажу то, о чем я говорю. Вот, собственно, этот девайс. Когда я его в первый раз увидел, честно говоря, был мне несколько шокирован. Ну, во-первых, довольно прикольная клавиатура, здоровенный экран, выглядит так довольно-таки внушительно, чувствуется такая добротность, потому что пластмасса выполнена, наверное, на самом лучшем уровне. Тут, наверное, можно его с 10 этажа сбрасывать, и он не разобьется. Значит, если коротко, что это такое? Ну, насколько я понял из интернета, это у нас предшественник, ну или прародитель, значит, сотовых телефонах BlackBerry. К сожалению, эти BlackBerry привязаны к сотовым компаниям. Ну, в данном случае, я так понял, этот привязан к IT-AT. Вот, вы должны были слышать о такой компании. Вот, но далее оказалось, что это даже не сотовый телефон. В общем-то, если вы вспомните, ну, такое время, где-то лет 6 или 7 назад, был смысл такой, что использовать пейджеры. То есть, в основном пользовались пейджерами, потому что сотовый телефон довольно-таки дорого стоил, а пейджерами, в общем-то, удобно было пользоваться. Вот, в то время придумывали довольно интересное устройство, которое совмещало себе и пейджер, и сендер сообщений. Ну, то есть, можно было с пейджера прям сообщение набирать. Вот, и, естественно, отправлять. Вот, и вот непосредственно, видимо, в то время выдумали вот довольно такой интересный девайс. Он называется BlackBerry 957. То есть, это его такая моделька, вот, с полноценной QWERTY клавиатурой английской, вот, со всеми его функциями, вот. Но был он предназначен, я так понял, для того, чтобы пересылать и получать электронную почту. Вот, ну, такой довольно-таки оригинальный ход, видимо, вот что-то у производителя глючнуло. Вот, и решили вот такой интересный девайс сделать. Значит, он до сих пор рабочий, все в нем порядка. Я сейчас покажу, какие у него клавиши. Значит, у него есть несколько клавиш. Вот одна из навигационных клавиш, это вот эта вот карусельная клавиша. То есть, она крутится вправо-влево, и плюс у нее срабатывает на нажатии. Это клавиша CANCEL, вот, далее, ну, вот, как вы можете видеть, и с обратной стороны, аккумулятор у нас никак не вытаскивается, а сим-карта у нас никуда не вставляется. Вот, номер модельки, я могу точнее сказать, номер модели R957M. Вот, RIM, значит, у нас тут вот еще есть сзади небольшой разъемчик, видимо, для подключения к компьютеру. Вот, ну вот, непосредственно. Здесь у нас сама QWERTY клавиатура. И клавиша подсветки нашего экрана. Скажу, что подсветка довольно-таки убогая, но по некоторым отзывам я так понял, что он чуть ли не год может работать без подзарядки. Вот. Значит, в чем преимущество, честно говоря, я пока еще не понял. Я его практически не тестировал. Вот здесь вот можно заметить маленькое отверстие. Видимо, это для RESET-а системы. Я так понял, что работает он... Сейчас вам скажу, как он работает. Так. Значит, у него, по идее, должно быть 386-й процессор, 32-битный. Вот. Флэш-память, по-моему, около 5 МБ. Ну и там еще немножко МБ для внутренней памяти. Вот. Работает он на системе Palm Pilot. Вот. Ну, я так понял, наиболее древняя система. Вот. Значит, попробуем давать его включить. Вот этой вот клавишей. Вот. Я его смог запустить. Подсветка не работает в данном случае. Ну, вот так вот примерно выглядит экранчик у него. Ну, вы знаете, довольно симпатично. Если бы это, конечно, в цвете было бы, было бы очень даже оригинально. Значит, перемещение по меню переходит с помощью вот этой вот качельки нашей, вернее, колесика. Я помню, был в хорошее время, где-то, наверное, в 2002 году, в 2003 году, довольно оригинальная моделька от компании Sony. Это Sony G7. Там вот такая же реализация была перехода по меню вот такой вот клавишей. В принципе, я считаю, что это довольно оригинально и функционально, в принципе. Вот. Значит, эта клавиша выполняет на функцию переход. То есть, мы можем нажать и перейти. Вот. В данном случае вот там какое-то сообщение можно прочитать. Open. Вот так вот примерно выглядит у нас сообщение. Можно его пролистывать. И можно вверх. Это каша Cancel. Вот можно назад посмотреть. Следующее меню. Тут ничего нет у нас, адресов никаких. Это сохраненные сообщения. Ну, вот, собственно, мы там уже были. Это поиск сообщений. Далее. Это адресная книга у нас здесь находится. В адресной книге, естественно, ничего нет. Далее. У нас здесь будильник, который выключен. И вот можно выставить его параметры. Далее. Профили. В общем-то, профили тоже пока нет. И опции. Честно говоря, тут в опциях можно так конкретно запутаться. Поэтому чего только тут нет. Вот, например, Rim Vorelis Hangout. Значит, версия 2.6.0.3.6. Ну, вот можно на сайте. У них есть сайт. RimNet. Я, честно говоря, когда первый раз увидел этот телефон, по привычке попытался щелкнуть на пиктограммке. Думал, тут у нас тачскрин дисплей. Вот. Но, оказалось, тут не так все круто. Вот. Различные варианты текстов. Дата, время. Целая куча всего. Вот. Целая куча каких-то опций. Экранная клавиатура. Большой шрифт. Ну, она... Так. Change Option. Так. Давайте. Так. Вот. Small Font. А, ну, тут только два. Можно очень маленький и большой. Ну, пусть большой, а то и так ничего не видно. Slow. Давайте поставим. Fast. Yes. Да, видите, как довольно-таки удобно листать. Что тут еще есть? Network Setting. USA Change. Что там можно поставить? Ага, только Канаду. Ну, к сожалению, он залочен под определенного оператора. Включить беспроводную связь. Включить. Вот, можно выключить. Я так понял, самолетик означает, что выключено. Вот. И вы можете здесь видеть, что сигнал выключен. Это вот у нас, собственно, само непосредственное выключение. Можно, в принципе, выключить. Через пару секунд он сам отрубится. Вот. Ну, значит, тут еще можно демонстрировать подсветку. Ну, подсветка довольно-таки убогая, но, с другой стороны, оно и на свету видно с таким экраном. Значит, я сейчас выключу экран. У нас темняк наступит. Я включаю подсветку. Ну, вот такая вот подсветочка. Подсветка зеленого цвета. Ну, честно говоря, вот я сейчас на экране записи вижу и то лучше, чем реально на экране этого девайса. Даже телефоном его трудно назвать. Вот. Подсветка вырубилась, включилась. Вот. Значит, мы выключаем его. Вот. Ну, вот, в общем-то, я думаю, что разнообразил свой обзорчик. Вот таким довольно-таки прикольным девайсом. На ощупь очень приятным и выглядящим классно. Такой-такой некий батончик такой. Ну, так вот чувствуется, что добротно все сделано. Можно его даже поронять. И самое последнее. Стоимость этого девайса на савиловском рынке 90 рублей. 90 рублей. Всем спасибо. До свидания. Продолжение следует...